друзья мои всем большой привет не вмещаюсь в кадр потому что здесь мы из амиакулькаса решила вам их показать когда-то мы начинали с маленькой веточки с маленького кустика в общем ребята у меня их три наблюдая за ними растут можно сказать сами по себе ну расскажу вам немножечко о них о своем опыте о своем уходе за ними в общем как вы видите размеры у них разные начну самого первого который ближе ко мне этот замиакулькас вот такой вот имеет вид сейчас выгнал огромную стрелку чего я от него даже не ожидала посмотрите я удивлена эта стрелка вот так на фикус опирается сейчас этот замиакулькас был где-то мною приобретен очень много лет назад а точнее 10 лет назад он сидел в горшочке в маленьком он не хотел растить ничего он меня расстраивал ну просто ужас девочки пыльные листы сейчас буду по одному таскать в ванную и хочу протереть лимонной кислотой и покажу вам результат протирки пока вот вы видите как есть достала их этот стоит вот здесь за фикусом я вам показывала в тени не цвел ни разу замиакулькасы цветут этот ни разу не цвел посажен в универсальный грунт сверху ему досталось от орхидеи по наследству кора так знаете как это жалко выбросить куда бы деть замиакулькасу подсыпать но она не играет ну вот типа мульча но замиакулькасу мульча не нужно просыпала видите шарики вот просыпаю в начале весны всегда в каждый вазон и замиакулькасом и прочим цветам где-то по столовой ложке осмокота это осмокот по моему 89 ну такой длительного длительного действия вообще у него пролонгировано действие этот значит растил маленькие такие знаете веточки не хотел расти я его не знала куда поставить как-то вот он был проблематичный но в какой-то момент либо я угадала с его местоположением ну в общем расти начал расти начал растил вот такие веточки не шибко большие вы сами видите где-то мельчил лист потом вдруг начал уже сдавать такие ветки побольше и вот последняя наша веточка она еще смотрите имеет какой салатовый цвет она прям ого-го-го уже ребята сколько здесь ну метра полтора вот он такую блестящую веточку выдал удивительно еще недавно я вам показывала как я эту подпорку ему здесь присоединяла эта ветка еще только росла в общем поливаю я их не часто обычной отстойной водичкой иногда им попадают остатки удобрения от орхидей ну вот поливала орхидеи с удобрением и вот осталась там какая-то поливочная вода ну плесну кому-то в горшок теперь я у меня проблема как эту ветку куда ее приспособить ну где-то надо опереть слушайте ну блестящий лист новый это просто роскошь девчонки гляньте девчонки мальчишки посмотрите на эту красоту размножается он листиками есть такая возможность не этим не занимаюсь девочки даже не пробовала у меня там в комментариях спрашивали аня покажи как девочки я этого не делала никогда только видела на видео как это делает думаю что это возможно раз люди делают я просто она куда мне девать у меня и таких 3 мне достаточно в общем сидит он у меня в горшке пластмассовом двойном поливаю говорю редко полила поверху немножко там вода стекает и все я не знаю в жару может чаще а так я просто беру горшок и ощущаю что уже сухо либо палец туда суммы ну в общем ему не страшно у него вот здесь видите вот этот стебель посмотрите это все запас воды ну вот если вы доведете его уже до совсем состояние состояние давно забыла про него не поливала начнет сморщиваться вот это вот стебель начнет сморщиваться то есть запас воды он будет брать из стебля так девчонки про вот эти два которые на заднем плане этот мы оставляем сейчас единственная его на фикуса бобру ну посмотрите что творится вот так вот вот так фикус держи моего красавца девочки долго видео разговор разговорные но я хочу вам все рассказать вот эти два красавца как-то муж мне принес подарок не знаю чего вдруг он наверное забыл что у меня есть уже замиокулькас в общем принес мне он небольшой симпатичный пушистый кустик замиокулькаса я конечно была рада мне показалось что он даже какого-то другого вида это был этот куст этот куст был крепкий хороший и очень быстро он у меня адаптировался и начал расти дорос до таких размеров что и уже распирал свой посадочный горшок я его пересадила сейчас он у меня вообще в таком большом горшке и смотрите он у меня всегда ребята по два раза в год светит я сегодня утром почему я снимаю это видео я увидела он у меня стоит не на виду я увидела что он тут уже даже цветает я даже не видела что он начал цвести представляете вот так у него из середины начинает расти цветонос понимаете вот такая качалочка похожая на почата кукурузу него вырастает она сначала имеет более кремовый вид нежный покрывало имеется в общем кто не видел вот так цветет замиокулькас мне в комментариях писали что вы засушили замиокулькас вот этот в принципе вижу немножко сморщенный стебель у него там нормально еще можно уже полить уже суховато но там у него очень рыхлый грунт очень рыхлый тоже кора сверху а смокот но надо уже полить да он уже легкий он у меня быстро проливается и остается вода в поддоне и вот рядом смотрите смотрите рядом еще 2 качалочка формируется вот так она только-только нарастает видите покрывается ее скрывает вот такая вот потом это покрывается вот так раскроется и она выйдет наружу в общем вот так вот у меня цветет замиокулькас в этом сезоне я вам показывала видео как он свел в прошлые сезоны ну максимум по моему два цветка у меня было по 2 цветет по одному но часто цветет очень часто писали мне что вы его плохо поливаете он у вас не выживает ему плохо караул да все ему нормально он уже приличного возраста у него уже созданы уже говорю почему потому что тоже очень долго я не могла понять что надо а надо внимание нужен рассеянный свет замиокулькасу вот рассеянные не прямые солнечные лучи а рассеянный умеренный полив удобрения рассеянный свет в этом мои наблюдения и очень важно ребят лучше всего не вот такие пластмассовые горшки как здесь у меня они посажены а вот такие вот керамические да я понимаю что мне сейчас напишут что ты что а когда пересаживать как пересаживать ну если он вот уже упрется клубнями у него шкурень клубень упрется в стенке горшка как его пересаживать ну девочки как-то пересаживать как-то там вытаскивать его но понимаете он дышит клубень дышит когда в керамической посуде корень клубень он дышит и нет загнивания вот я вам скажу пример вот этого моего ну не скажу доходяги ну не совсем вот удачный пример с ним он у меня посажен такой пластмассовый горшок это часть от этого когда у этого уже было много много-много я разделила куст пополам и вот так этот ель не хочет не то что цвести он расти не хочет потому что стоит во первых не соблюдены вот у этого экземпляра не соблюдены условия я сейчас его переставила он стоит далеко от источника света далеко от окна видите как растут далеко друг от друга листья не хватает солнечного цвета очень тонкий стебель не мясистый видите желтит листья но такое тоже бывает со временем вот такие потом остаются видите сейчас покажу такие качалки и я его чаще остальных поливаю потому что стоит недалеко от меня я хожу там на кухне и вечно останется поливочная водичка плехнул плехнул а загнивает стебель вот сегодня пришла смотрю оля-ля оля-ля загнивает стебель почему потому что я мха здесь насыпал от орхидей в общем здесь у него болото и вот когда болото ему плохо чтобы мне не говорили болото это плохо я сегодня его поставила ближе к этому на рассеянный свет сейчас я буду им протирать листики и вот он чахнет он чахнет он не такой как мне хотелось бы он должен быть красивее я просто вижу что я его клубень я его гублю и клубень не дышит в таком пластмассовом корыте понимаете вот в таком горшке пусть он будет самый-самый простой этот горшок по объему корневой там чуть-чуть дайте уже видите как он в одну сторону растет садите его вот так от одного где-то вот не совсем в бок но и не посередине но где-то хотя да можно лучше в середину посадить не знаешь какую сторону он пойдет влево или вправо начнет стрелять свои листья в общем короче девочки здесь он дышит здесь не дышит здесь просыхает здесь не просыхают вот элементарно за этот я просто забываю часто он стоит тоже вот когда цвет цветок стоит не на глазах я за него забываю и он даже вот в этом пластмассовом двойном горшке он не гниет понимаете вот что значит не попадаться хозяйки на глаза особенно той хозяйки которая бегает с лейкой а вот этот ему больше всех вытяжь утворить желтел но эта проблема там внутри больше всех ему достается вроде как внимание но мало света и слишком много воды это ужасно потому что если было бы больше света листья бы лучше испаряли эту воду понимаете в общем вот так друзья мои вот такие мои замиокулькасы так как я видео назвала что замиокулькас цветет смотрим как он цветет вот так уход за ним простой я затаскиваю в душ промываю листовые пластины от пыли периодически но хотя бы там раз в три недели раз в месяц хотя бы на него садится пыль вот так мы цветем не всем нравится но явление интересное особенно когда она происходит впервые когда у меня впервые зацвел замиокулькас я вообще не поняла что происходит я никогда в жизни не думала не интересовалась что замиокулькас может свести понимаете вот это он в эту сторону наклонился потому что тянется к свету в общем так мы растем стреляем цветочки стреляем вот видите новое в этом сезоне выросла веточка такая симпатичная пыльная а предыдущие больше предыдущие вот со временем становится вот такой темный все вы знаете об этом становится темный вот это ожоги от солнца летом солнце вот так попадала на него не обожгло краешки листьев то есть чтоб подтверждает тот факт что нужен рассеянный свет дан девочки сейчас буду я их мыть ухаживать за ними поливать конечно буду только вон тот просохший и думать как вот эту вот ветку сумасшедшую длинную ветку как ее куда ее приспособить у меня сегодня день день занятий замиокулькасом вот такой девчонки красавицы зачем мне три так получилось кого-то может пять я не знаю я кстати кому не дарю было так пару раз что я дарю своим знакомым и родственникам но не умеют ухаживать заливают вот хочу хочу замиокулькас где какой здесь огромный лист даже больше чем на этом хотя нет здесь тоже листья не маленькие вот хочу замиокулькас вот все хочу 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 все подарила либо купил пошел сгнил я еще раз говорю ребята не сильно уж он любит сильный полив вот мои наблюдения за лет десять что этот цветок который просто увлажняете все на клубни клубни гниют чрезмерного застоя почвы нужно либо тогда если любите сильно часто поливать надо тогда такой грунт подобрать который будет просто протекать вода и не задерживаться не влагоемки он называется но тогда питание организовать чтобы он же что было хорошее питание я не понимаю чего такой лист вырос я привыкла что он вот такой знаете маленький аккуратненький этот вдруг на те надо какую-то прям еще подставку под него вот и надо его короче подвязывать вот она тоже не сильно хорошо когда вы такие бутыли вырастают все друзья мои это все что я вам хотела рассказать о своем скромном опыте поворачивания замиокулькаса знаю там многие показывают свои замиокулькасы но это мои вот такие вот по вырастали украшаю так сказать интерьер стоят в разных местах квартиры и по-разному растут еще почитала сегодня повеселилась насчет примет что якобы если зацветает замиокулькас все ждите пополнения тут уже отцветает уже цвета это в кошельки что-то не прибавилось вот так вот долларовое дерево вот все ребята иду работать иду в душ полоскать эту красоту когда будете полоскать либо но старайтесь не попадать водой которые промываете листья горшок но если в принципе пришла пора его и полить то ничего страшного и пускай стечет но если уже влажный как у меня вот в том случае там болото то лучше как-то аккуратно я его так на бочок положу и пролью ребята посмотрите результат лимонной кислоты на листьях посмотрите как они блестят видите вообще просто протерла с двух сторон это такой знаете супер парил полироль так я называю вообще бомбический эффект мне нравится конечно не просто каждый листик протирать но возможно у кого есть терпение тот может это воплотить в жизнь лист в принципе крупный у замика поэтому сделать это возможно уже вечер а он весь переливается красота точно так же листья орхидеи блестят после протирки лимонной кислоты или лимонный лимонным соком